Мои дорогие, поздравляю вас с наступившими праздниками. В этом году желаю вам получить самый лучший оффер, писать чистый код, ну и еще исполнение всех ваших желаний. В этом видео поговорим, на что обратить внимание, когда язык программирования и технологии вы уже освоили, ну так более-менее. Но код оставляет желать лучшего. А также небольшое объявление. В этом месяце мы разыграем книгу Боба Мартина «Чистый код». Вы знаете, как я ее люблю. Для того, чтобы принять участие, вам необходимо найти часть промокода в этом видео. А в следующей части, вторую, соединить и передать нам. А как, мы расскажем вам в следующей части видео про клинкод. Будьте внимательны. Поехали! Начнем, собственно говоря, с самой книжки «Клинкод» Роберта Мартина, который, собственно говоря, ввел вот это понятие «клинкод», «Чистый код», про который мы все с вами говорим и на который молятся все хорошие программисты. Наверное, вы, наверное, тоже. Хотя я, помнится, записывал вам как-то видео, почему вы должны писать плохой код. Посмотрите его как-нибудь. Так вот, если же вам нужно писать хороший код, когда вы уже перешли в режим поддержки проекта, наведения порядка, вы смотрите в код, вы такие «О, Господи, здесь просто авторпродукт, надо все переизменить». У начинающих программистов обычно, правда, появляется желание просто все выкинуть и написать заново. Никогда ему не поддавайтесь. Помните о том, что старый код содержит информацию, которую уже где в другом месте найти нельзя. Гораздо проще и правильнее его рефакторить. Кстати, тут ссылаюсь на другую книжку, которую я тоже очень люблю. Другого Мартина, но Мартина Фаулера. У Роберта Мартина, Мартин — это фамилия, а у Мартина Фаулера Мартин — это имя. Они, в общем-то, дружат, и оба авторы книг про хороший код, поэтому у людей иногда некоторый диссонанс. Ну, привыкайте. Про что же говорил, собственно, Гори Роберт Мартин? Я про все детали того, что он именно рассказывал, прямо записал отдельные большие видео. Они вот есть вот в этом плейлисте, можете туда перейти, посмотреть. Там все практически детально, пересказ всей книги. Но о чем там вообще говорится? Там говорится о том, какой код был хороший, какой плохой, то самое же, ради чего мы это видео снимаем, да? Как определить, что ваш код плохой, и что с ним сделать, в общем-то, для того, чтобы он был хороший. Как именно сделать той самой книги Мартина Фаулера, от которой я говорил. Так вот, что же такое хороший код и плохой код? Многие начинающие разработчики думают, что плохой код — это тот, который не работает. Нифига подобного. Код, который не работает, — это несуществующий код. Потому что, собственно говоря, если вы просто запустили ИДЕшку, не написали ни строчки, ваш код тоже не работает. Если вы написали газиллион строк кода, который тоже не работает, он тоже не работает. С точки зрения бизнеса, это одинаковый код. Что не написанный, что не работающий, пофигу. Код можно начинать оценивать только с того момента, когда он уже написан и делает то, что нужно. Опять же, если код написан, но делает не то, что заказывали, то это, опять-таки, несуществующий код, потому что, ну, серьезно, нам другое было надо. Вот когда напишешь, тогда будем говорить о своей качестве кода. Дальше. Я знаю много опытных разработчиков. Обычно разработчики, знаете, старой школы, которые постарше меня, которые, или даже помладше меня, но которые, знаете, много занимались с приложениями, зависящими критично от скорости выполнения. Ну, например, там, на системном уровне программирующих или программирующих какие-то embedded устройства и так далее, для этих людей хороший код – это тот код, который работает быстро и который въезд мало памяти. Так вот, нет. Это не хороший код. Это быстрый код или оптимальный код. И в предавляющем большинстве случаев хороший код и оптимальный код – это антонимы, то есть противоположности. Потому что написать код и так, чтобы он был хорошим, и так, чтобы он был оптимальным, скорее всего, не получится. И вам приходится выбирать одно из двух. Что такое хороший код? Итак, хороший код – основной его критерий и вообще все, что крутится вокруг этого понятия – это хороший код, это тот код, который легко поддерживать. А что нам нужно для того, чтобы код хорошо, легко поддерживать? Он должен быть понятным. Понимаете, в чем дело? Код – это такая штука, которая, как ни странно, гораздо быстрее пишется, чем читается. Потому что, когда ты пишешь код, у тебя в голове есть задумка, ты понимаешь, что ты хочешь, ты подбираешь команды, и ты их пишешь. Когда же ты его читаешь, ты должен не только понять, что код делает, но и понять задумку того человека, который его писал. Понимаете? Поэтому читать его в большинстве случаев гораздо медленнее и сложнее, чем писать. Поэтому, знаете, я знаю кучу начинающих разработчиков, я прекрасно пишу код, вот со старым кодом, что-то у меня ничего вообще не получается. Но потому что ты только начинающий разработчик, потому что читать код намного сложнее, чем писать. Привыкайте к этому. Так вот, хороший код, который легко читается. Потому что тот код, который легко читается, его легче поддерживать. То есть, находить в нем ошибки. Если тебе легко читать код, ты сразу понимаешь, где тут ошибка. Добавлять функционал. Если ты легко прочитал код, ты понимаешь, куда тут добавить этот функционал. Потому что, когда там все намешано непонятно чего, ты еще потратишь кучу времени для того, чтобы просто найти место, куда что-то добавить. И тем более, придумать, как его добавить, так, чтобы все остальное не поломал. Дальше. Это тот код, который легко изменяет. Потому что требования бизнеса обычно меняются. Это нормальная ситуация. Если ваша программа вообще нужна бизнесу, то бизнес всегда запросит. А вот теперь делает то же самое, только с перламутровыми пуговицами. Ну и, соответственно, если код легко читается, то получается, что в него легко эти перламутровые пуговицы добавить. Если же код невозможно прочитать, то сорян, но где у этого вообще пуговицы? Если они, понимаете, вы поняли, о чем я. Теперь про оптимальный код. Оптимальный код – это тот, который быстро работает. Но в большинстве случаев для того, чтобы сделать код быстро работающим, вам приходится делать его другим. Не таким, как тот код, который легко читается. Понимаете, да? Поэтому в большинстве случаев оптимальный код не хороший код, а хороший код не оптимальный. Когда выбирать оптимальный код? А когда хороший. Если вы работаете коммерческим разработчиком и работаете для веба, для мобилки, для чего угодно, в подавляющем большинстве случаев вам лучше выбрать хороший код, потому что его будет проще изменять по требованию рынка. Если же вы работаете в критичных областях для скорости выполнения или объема, например в Embedded, IoT, ну вы понимаете, вот это вот все. В геймдеве, например, довольно часто пишут именно оптимальный код, а не хороший, потому что ну сорян, иначе ваша игра просто будет зверски тормозить. Ну да, сорян, тогда у вас плохой код, но оптимальный. Как-то так. Стоимость плохого кода и ценность хорошего кода. В чем состоит? Как я уже говорил, плохой код медленно читать, а ваше время стоит больших денег. Может вы не знали, но вы довольно приличную зарплату получаете как разработчик. Соответственно, вы дорого обходитесь компанией, которой вы работаете, и еще дороже, обычно в два раза минимум обходитесь дороже компанией, которая заняла вашу компанию для того, чтобы вы в этом коде ковырялись. Соответственно, если код сложно читать, то вы будете читать код намного медленнее. Причем перечитывать по многу раз, чтобы наконец разобраться, что же там есть. А ваше время дорого стоит. Это означает, что один программист, который написал плохой код, который будет потом поддерживаться 10 лет, и 10 лет программисты будут барахтаться в этом вторпродукте, который первый вот тут наделал посреди кода, да, то в общем-то он просто устроил огромное количество потери времени для компаний, которые, собственно говоря, заказывали эту разработку. То есть, возможно, что добавление любой фичи теперь будет в два раза дольше, а то и в 4, а то и в 10 раз дольше. А может быть, какую-то фичу вообще нельзя будет добавить, просто потому что программисты убрут там по дороге и так и не справятся с тем, чтобы добавить эту фичу, потому что вот в этом всем разобраться невозможно. Понимаете, о чем я? И это прямо большая проблема. Ценность же хорошего кода состоит в том, что если код весь хороший, легко читается, то значит заказчик может легко изменить требования к этому коду, и вы, как программисты, легко его изменить под требования бизнеса. А это означает, что бизнес получает быстрее код, который ему нужен, а он же наверняка для чего-то был нужен, например, для зарабатывания денег, соответственно, компания больше заработает денег. Как прикольно получается, да? Ну и кроме всего прочего, время это всегда хорошо. И можно будет быстрее перейти к другой работе, вам, как разработчику, и компания быстрее выйдет на рынок, чем конкуренты, ну и куча других аспектов, я думаю, не стоит здесь останавливаться. Как оценить качество кода? Есть большое количество вещей, которыми оценивают качество кода. Есть, например, такая вещь, как код смайлз. Погуглите этот термин. Если интересно, кстати, напишите в комментариях, можем вам отдельно записать видео по код смайлз. Ну, почему бы и нет? В русском переводе код смайлз — это запашок. Да, запашок, который издает плохой код. Тоже термин, насколько я помню, предложенный тем же Бобом Мартином. Мне ужасно нравится. Смотришь на код, он пованивает. Вот это вот все. Если же вы начинающий разработчик, я думаю, в большинстве случаев вам достаточно будет прочитать хотя бы первые несколько глав книжки по Клинкоду или посмотреть тот самый плейлист, про который я говорил в самом начале, в котором я пересказывал эту книгу. Ну, я не буду здесь останавливаться, пересказывать весь плейлист — это как бы немножко тупо, согласитесь. Как прокачать ваш Клинкод? Ну, во-первых, прочитать книгу или посмотреть это видео. Правильно. Это в любом случае необходимо, если вы разработчик на каком угодно ООП-языке. Я вам больше скажу, даже если вы разработчик не на ООП-языке, в большинстве случаев почти все к вам применимо. Понятно, что название классов как бы не для вас, если вы пишете, например, в процедурном стиле. Но как бы все остальное все равно про вас. Длина методов, понятность предназваний, использование различных условных конструкций и так далее, которые фактически во всех современных языках, если не выглядят полностью идентично, то крайне похожи. Потому что подавляющее большинство современных языков, они си-подобные, поэтому, естественно, от си взяли все конструкции управляющие. Ну, программистам легче тогда переключаться с языка на язык. Ну и вообще, а нафига выдумывать что-то новое, когда вот есть прямо идеальный вариант. Поэтому так все и работает. Поэтому, что вам нужно, чтобы прокачать клинкод? Читаем, смотрим, и потом смотрим на свой код и пытаемся понять, а что же тут, собственно говоря, не так. Ну, вот проверяем его за теми критериями, которые есть в клинкоде. А еще, скажу по секрету, мы чуть ли не единственная школа программирования, которая включает такой раздел по клинкоду в свою программу обучения. Да. Спросите, откуда знаю? Мы недавно проводили исследование, где студенты других школ нам просто прям так и сказали. Им сильно не хватает такого раздела на их курсах. Так что, ну, делайте выводы. Так вот, давайте я по верхам совершенно проскочу, потому что я вам давал уже ссылочку на плейлист. Если вы хотите все детально разобрать, это там. Это видео коротенькое, про... Ага, коротенькое, уже 13 минут. Но я постараюсь по верхам. Итак, самое важное, самое главное, если вы хотите сделать 80% работы, это название. Названия должны соответствовать тому, что там есть внутри. Не буду останавливаться, но часто были ситуации, когда программист задумал одно, писал код, в это время изменил концепцию, решил это поведение перенести в другой класс, а название так и осталось, и потом другой программист, читая этот код, видит одно название, а внутри совершенно другое поведение. И он такой, эээ. Это хорошо, если он внутрь заглянул. А если он не заглянул, решил поведение, ну, решил, сделал предположение поведения чисто на основе названия, то, сорян, он просто в непонятках, что же там, в общем, внутри происходит. Делайте из этого выводы, вы же понимаете, да? Поэтому, название is the king. Если вы даже, даже идеально структурировали свой код, у вас все разбито по пэкэджам, namespace, каталогам, все идеальненько, у вас идеальные лаера, у вас идеальные слайсы, но при этом вы использовали название в стиле A1, A2 и так далее, ваш код, ну, фактически, как обработанный оффускатором, с ним невозможно работать. Все, его просто невозможно поддерживать. И наоборот, если вы срало-мазало, хардкодили, завосили черт знает что, делали дальние вызовы и так далее, но очень сильно прибились на названиях, то ваш код можно будет и поддерживать, и с ним что-то делать. Поэтому правило парата, да? 80 на 20. 80% результата даются в результате 20% усилий. Вот 20% усилий – это как раз название. Поэтому, если у вас есть как раз сейчас время для того, чтобы наконец навести хотя бы минимальный порядок к коде, первое, что вы делаете – это меняйте название. Название должно соответствовать тому, что там делается, если это метод, или тому, что там содержится, если это класс. Окей, вы поняли. Это самое важное, и с этого надо начинать. Вообще, я крайне советую, если вы разбираетесь в чужом говнокоде, первый рефакторинг, который вы делаете – это ренейм. Ренеймы – одни из самых безопасных рефакторингов, которые только можно сделать, и они дают максимальную отдачу. Потому что после того, как вы все попереназывали, вы уже начинаете понимать, что здесь происходит, зачем. Более того, структура методов, которые вызывают те методы, которые вы переназвали, тоже станет понятной внезапно, потому что она будет читаться, как понятный английский текст, а не набор А1, А2, А3, который «э, что тут вообще происходит? Кого позвать?» и так далее. Поэтому с ренеймом, и поэтому имена – это самое важное. Дальше остаются те самые 80%, которые приводят к 20 оставшимся процентам результатов, поэтому помним об этом. Но они все равно достаточно важны. Если вы уже навели порядок в своем коде с точки зрения названий, названия хорошие, понятные и отвечающие за то, что там находится внутри, следующее – это методы. Методы не должны быть слишком длинные, методы не должны содержать несколько уровней абстракции. Здесь же в методе «бизнес», тут же мы проваливаемся на уровень базы данных, тут же мы проваливаемся на уровень драйвера, и тут обратно бизнес-объект добываем. «А-а-а, программиста – взрыв мозга, потому что он не может как-то вот это все в голове слепить одновременно». Метод на одном уровне абстракции, это обязательно. Понятность кода внутри методов, да, но об этом чуть позже. Ну, и в принципе, длина, наверное, одна из самых критичных моментов, потому что, ну, поверьте, даже очень хорошо названный, ну, скажем, структурированный из хороших названий, состоящих от метода в тысячу строк, все равно будет ни хера не читабельный, потому что пока ты будешь его читать, ты где-то там в конце уже просто потеряешь мысль о том, что же, в общем-то, тут происходит и зачем я здесь нахожусь, и самое главное, зачем я выбрал эту профессию. Еще один аспект, о котором я хотел поговорить, про комментарии. Комментарии – это такая, знаете, болезненная вещь, потому что я работал на куче работ, в которых, ну, скажем так, не очень хорошие руководители заставляли писать комментарии просто с точки зрения там N комментариев на тысячу строк кода. И ты понимал, что у тебя, в принципе, код и так понятно и нечитабельный, и ты был вынужден просто бубнение, ну, задавать комментарии с бессмысленным текстом фактически, просто чтобы он был. Комментировать get-resetter, условно говоря, что здесь комментировать, и так понятно, про что это, да? Или там equals, это очевидно. А бизнес-методы, если ты их хорошо назвал, они в комментариях, по большому счету, не нуждаются. Однако, есть очень часто хорошие и правильные комментарии. Там же в плейлисте было видео отдельное, подробное про хорошие и плохие комментарии, но совсем вкратце. Плохие комментарии – комментарии, которые не дают никакой дополнительной информации, кроме той, что есть в коде. Хорошие комментарии, которые дают дополнительную информацию. Например, почему выбран такой алгоритм? Например, такой алгоритм там требуется той legacy-системе, с которой вы, например, коннектитесь. Ну, то есть, например, вашей legacy-системе, с которой вы коннектитесь, требуется пять раз подряд залогиниться. Программист, который будет читать ваш код и увидит пять логинов подряд, поверьте, охренеет и скажет, что? И четыре сразу выкинет, потому что, ну, типа... Но та система, возможно, по-другому не работает. Или как-то там все через жопу дважды нужно подавать одни и те же данные. Или подавать данные не в том формате, как удобно, а так, как она требует и так далее. Работа вообще с third-party библиотеками, которые в большинстве случаев, ну, странный интерфейс имеют. Поэтому хорошо было бы немножко прокомментировать, что же вы, собственно говоря, здесь делаете. Или какие-то странные бизнес-требования. Например, внезапное обнуление, там, суммы на счету клиента. Да, ты считаешь по коду, а тут сумма ноль. Поверьте мне, любой программист тут же скажет, эээ, стоп, и начнет перепроверять. Так вот, обязательно здесь надо поставить комментарий, почему вы это сделали. Например, было требование заказчика, что в таком случае происходит вот такое. Вот эта строчка. Все. Любой программист, это читая, поймет, о чем это. Поэтому правило хороших комментариев. Комментируйте только то, чего нет в коде. И если этого нет в коде, но это надо сказать, это должен быть комментарий. Форматирование. Я знаю, очень многие программисты, ну, кроме пайтонистов, понятно, без форматирования просто код работать не будет. Но очень многие программисты форматирование игнорируют или, скажем так, слегка подзабивают. Что-то у нас строчки немножко поползли, и нормально, и нет. Обращаю ваше внимание. Да, конечно, в принципе, если мы не говорим про пайтон, на всех остальных языках программирования форматирование не критично. Правильно вы сформатировали, неправильно. Но форматирование заставляет программисты, которые читают ваш код, напрягаться, пытаясь понять вот эти две строчки, отъехавшие друг от друга на пару символов, это в том же блоке включено или нет, или это конец предыдущей строчки, или что это. Зачем? В любой нормальной IDE, но я джавер, я ненормальных IDE не видел, я надеюсь, во всех IDE есть функция автоформатирования. Я также напоминаю о том, что вы все равно используете какую-то систему контроля версии. В современном мире это с вероятностью близко к единице гид. Но неважно, какую систему контроля версии вы используете. И поверьте мне, что если будут два программиста, работающие с одним и тем же классом, у которых по-разному настроены, например, форматы автоформатирования, или они просто оба забивают на форматирование, форматируют, как Бог на душу положит, у них будут мерш-конфликты. Причем именно из-за пробелов, отступов и так далее. Оно вам надо, поэтому я, например, как темлит с 15 годами стажа, наверное, в этой должности, первым делом, когда я приходил в проект, я всем своим программистам устанавливал насильно, что называется, одинаковые правила форматирования кода. Во всех джавовских IDE-шках это отдельным файлом, который вы можете просто подключить к IDE-шке. И сказать, вот ты перед тем, как коммитить код, нажимаешь на клавишу автоформатирования по всему коду. Все, никаких вопросов. Обязательно на нее нажимаешь. И внезапно, вы знаете, прошли вот эти проблемы с мерш-конфликтами из-за неверного форматирования. Ну и я вообще не понимаю, честно говоря, кем надо быть, чтобы создавать людям проблемы, чисто потому, что тебе лень нажать две кнопки. Не делайте так. Про объекты и структуры я подробно рассказывать не буду. Там довольно много, и оно не так важно. Опять-таки, возвращаясь к тому же плейлисту, про который я рассказывал, не буду вам забивать голову. Несколько слов про Error Handling. С моего личного опыта, я честно скажу, подавляющим большинстве программисты либо имеют в голове план по тому, как делать Error Handling всегда. Ну, то есть, господи, Error Handling, как же это на русский-то переводится? Обработка ошибок. Обработка ошибок, вспомнил. Так вот, обработку ошибок либо программист изначально закладывает свой код, и все интерпрайс-разработчики с моего опыта рано или поздно такими становятся, либо просто делает ее потом нацепись, когда надо будет, наконец, дебажить. Так вот, я крайне вам советую воспользоваться правилом интерпрайс-разработчиков и изначально подходить к обработке ошибок, так как это вы хотите видеть потом в конце во всем проекте. На самом деле ничего суперсложного нет. Я, например, крайне советую на больших проектах делать следующим образом. Любую ошибку, которая вылетела прямо здесь, например, на уровне базы данных, где-то еще, да, первым делом мы ее логируем сразу, потому что с моего опыта довольно часто получается, что когда вы просто прокидываете exception вверх, он где-то может там потеряться. И потом, ну, как правило, просто с моего опыта, если вы в одном месте забыли залогировать, ну, получается так, что вот как раз в том месте оно и падает, а ты потом не можешь понять, что происходит, потому что в логах чешина, а программа не работает. И ты такой, эээ, эээ, где я, что я, почему она надо мной издевается? Это не надо на тобой издеваться, это ты забыл залогировать. Так вот, залогировать и пробросить наверх. Я просто знаю, что есть два типа программистов, одни считают, что exception надо залогировать и тут же умереть, другие считают, что надо пробросить наверх. Так вот, я считаю, я третий тип. Я считаю, что надо и залогировать, и пробросить наверх. Ну, во-первых, потому что на уровне базы данных вы, как правило, вообще не знаете, что делать с этим, с этой ошибкой. Мы не коннектимся в базе данных. Что это значит? Может, у нас сеть отпала, может, так должно быть, может, надо выдать пользователю какое-то сообщение, но мы же не будем его прямо с уровня базы данных выдавать. Надо прокинуть наверх, чтобы наверху сказали, а, у нас какая-то ошибка. Так вот, мы оборачиваем эту ошибку в ошибку того слоя, в котором находится, и прокидываем наверх. Если там ее ловим, то опять оборачиваем в ошибку того слоя, на котором нашли, и прокидываем наверх. И на самом верхнем уровне, ну, я лейерим, и, наконец, все эти ошибки показываем пользователю, если они нужны пользователю, ну, или каким-то образом, собственно говоря, связываемся с пользователем, говоря ему, что ему нужно сделать. Ну, ну, не пятисотку же показывать, ну, это же стыдно. Но я про бэкенд говорю. Как-то так. Также, вот, наверное, для концовки, хотел вам обратить внимание, наверное, для самостоятельного изучения, но, опять же, там в том плейлисте было, это правило простого дизайна от Кантебека. Кантебека мы все нежно любим, как минимум за его разработку G-Unit, X-Unit, вообще вот это вот все наше X-Unit тестирование. Ну, и за разработку Extreme Programming, который вот он автор. Так вот, тот самый человек, которого совершенно точно стоит, на которого стоит обращать внимание. Напишите в комментариях, насколько вам интересен такой формат, мне очень интересно. И ждите. В следующем видео рассмотрим, например, хороший и плохой код. Так что подписывайтесь и обязательно включите колокольчик. А также напоминаю о том, что в этом видео спрятан промокод для участия в конкурсе. Не пишите его в комментариях, не создавайте себе конкуренцию. Успехов! Люблю вас! Пока! Самое трудное – это решение действовать. Остальное – просто упорство. Амелия Эрхард. Мои дорогие, действуйте и оставайтесь упорными. Я верю, что у вас все получится.